Здравствуйте! Я Александр Хаджаев. Сегодня я расскажу вам о бюджетном способе реминерализации зубов в домашних условиях. Итак, появились новые технологии, которые сегодня уже позволяют процесс кариеса на начальной стадии белого пятна обратить вспять. Название технологии реминерализация. Реминерализация это восстановление зубной эмали и дентинно пораженных зубов путем насыщения зубов минералами. Нужно обратить внимание на основной действующий элемент при этой технологии кальций. Реминерализация проводится с помощью аппликации специальным гелем. Если не хотите заморачиваться, то можете посещать стоматологический кабинет. Одна процедура реминерализации будет стоить минимум 10 долларов. Курс из 10 процедур, естественно, обойдется вам в 100 долларов. Я же предлагаю вам в домашних условиях провести курс из 10 процедур всего лишь за 6 долларов. Итак, что для этого надо? В специализированном магазине покупаем приспособление для фиксации отвода губ. Оно нужно для свободного доступа к зубам при нанесении втрирующего лака. Стоит оно 2 доллара. Таким образом сжимается приспособление, вставляется в полосверта и отпускается. Таким образом губы отводятся и обеспечивают свободный доступ к зубам. Также вам надо приобрести упаковку микроаппликаторов. Стоит микроаппликаторы 1 доллар. Таким образом выглядит один из них. На конце здесь маленький ёршик, с помощью которого наносится сам гель. И также необходимо купить сам реминилизующий гель. Есть несколько видов, но я хочу остановиться на таком препарате. Называется белогель кальций-пи, что подразумевает кальций и фосфор. Компания-производитель российская Влад Мила. Стоит этот препарат 3 доллара. Покупаю эти все препараты я в городе Днепропетровске, в магазине Медтехника на проспекте Кирва 59. Значит, здесь находится инструкция, аппликаторы в комплекте, что позволяет также сэкономить на аппликаторах, и шприц с самим гелем. Составные компоненты этого геля – ионы кальция, фосфора, флора, калия, магния и натрия, которые входят в состав здоровой зубной эмали в нормальных условиях, но при нанесении геля эти минералы активно проникают в эмали, в диентин пораженных зубов и способствуют их минерализации. Итак, как выглядит процедура? Необходимо почистить зубы обычной зубной пасты от зубного налета, сполоснуть рот, ставить в полость рта приспособление для фиксации и отвода губ, затем ставить ватный диск на язык, для того, чтобы слюна впитывалась в эту прокладочку. Хотя делать это не обязательно, посмотрите по ситуации. Затем нужно высушить зубы феном, рекомендую без функции нагрева воздуха, использовать фен, затем нанести лак с помощью аппликаторов тонким равномерным слоем и высушить феном, образующуюся пленку, потоком воздуха в течение от 1 до 3 минут. В результате образуется пленка. Значит, процедуру надо делать два этапа. Сначала верхнюю челюсть обработать, затем нижнюю. После того, как вы обработали зубы, образовалась пленка, аккуратно вытаскиваете это приспособление и отдыхаете. Рекомендуется в течение нескольких часов ни есть, ни пить. Если очень тяжело, хотя бы час надо выдержать. После этого надо убрать эту пленку на зубах обычным способом, путем чистки зубов. зубной пасты и ополаскивание. Таких аппликаций надо провести 10 сеансов через день. Один раз в год, либо в полгода этот курс надо проводить. В зависимости от вашей ситуации. Ну, на этом все. Будьте здоровы. Пока.